Приветствую! Алексей Чучкович! Добрый день! Про что сегодня буду рассказывать? Несмотря на то, что я сегошник изначально, но сегодня хотелось бы поговорить немножко о другом подходе, более комплексном, поговорить о том, что в интернете есть не только поисковые системы, и трафик есть не только в поисковых системах, и на самом деле трафик можно собирать из многих каналов. Почему мы вообще стали думать в эту сторону, почему мы стали заниматься этим вопросом, потому что в последнее время в коммерческих тематиках, как и в Яндекс, так и в Гугл, сложилась определенная проблема. Дальше мы видим такую ситуацию, что в топах по коммерческим запросам сегодня очень много позиций занимают различные агрегаторы. Я буду говорить на примере автомобильной тематики, и есть мой доклад, он будет построен на данных из автомобильной тематики. Почему? Потому что мы достаточно плотно работаем с этой тематикой, у нас есть много сайтов, и, соответственно, есть большая выборка, на которой можно делать определенные выводы. И мы видим, что в Яндексе в коммерческих тематиях, в частности в автомобильной тематике, лидерами по видимости, лидерами по количеству позиций в топ-10, мы сегодня являются агрегаторы. Это сайты, которые предоставляют возможность пользователю выбрать, сравнить. И, в принципе, для пользователя это может быть и неплохо, для него это удобно. Это хорошо и для поисковой системы, потому что поисковая система дает пользователю качественный ответ. И, кроме этого, те компании, которые не могут попасть в топ из-за того, что там агрегаторы, они идут в контекстную рекламу. Для поиска это тоже хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. В Google ситуация похожая. За единственным исключением, в Google на четвертом месте лидера видимости есть YouTube. Поскольку это сервис Google, то он тоже там достаточно неплохо ищется по коммерческим запросам автомобильной тематики. И возникает вопрос. Это хорошо для поисковой системы, это хорошо для пользователей, но это не очень хорошо для тех компаний, которые хотят продвигаться по этим коммерческим запросам, которые хотят получать трафик из поисковой выдачи. И, ну, хотят занимать там какие-то места. Мы начали думать, что же со всем этим делать. И мы нашли достаточно интересное исследование компании Нивсон, которая как раз занимается возвращением поведения пользователей в интернете. Следующий слайд, пожалуйста. О чем говорит это исследование? Это исследование говорит о том, что только 57% пользователей, когда они ищут какой-то продукт или услугу в интернете, они пользуются поисковой системой. Поисковая система – это на сегодняшний день самый популярный хаб, в который приходят пользователи за покупкой, но далеко не единственный. И мы начали думать, какие еще подобные хабы можно выделить, где еще есть какой-то поиск, помимо Яндекс, Гугла и Майл.ру, где можно тоже продвигать наших клиентов, оптимизировать их под этот поиск, и где можно собирать трафик. Следующий слайд, пожалуйста. Где обитают эти 43% пользователей, которые не приходят в поисковую систему за тем, чтобы найти какой-то товар или услугу, но тем не менее они где-то обитают, и где-то они все-таки эти услуги покупают. Следующий слайд, пожалуйста. Мы выделили определенные хабы, кроме поисковых систем, которые, по нашему мнению, имеют достаточно большое количество трафика, и в этих хабах люди задают не только информационные запросы, но задают также и коммерческие запросы, что-то ищут и с большой вероятностью находят у себя, выбирают какие-то продукты или услуги. Первый хаб, который мы видели, это YouTube. YouTube – это один из самых популярных сайтов в мире, и в России в частности, и пользуется практически половина населения России, причем большая часть этой аудитории – это вполне благоспособная аудитория в возрасте от 25 до 44 лет, то есть это те люди, которые потенциально могут быть интересны компаниями, которые хотят продвигаться в интернете. Следующий слайд. Следующий хаб, который мы выделили, это картографические сервисы. Это Яндекс.Карты, Гугл.Карты, Студис, и множество гораздо более мелких игроков, которые, тем не менее, есть на рынке. Они тоже обладают достаточно большим трафиком, в них тоже есть какие-то свои внутренние виды поисков, в которых можно продвигаться. Например, Яндекс.Карты в июле аудитория составила больше 20 миллионов человек, тех, кто пользуется ней. И следующий слайд. Как показывает статистика самого Яндекса, каждый день в Яндекс.Картах задается примерно 5 миллионов запросов, при этом порядка 20% из них – это запросы пользователей, которые ищут какой-то конкретный товар или услугу. То есть это в той или иной мере коммерческие запросы, люди ищут парикмахерскую, ресторан, магазин, станцию техобслуживания, шиномонтаж и так далее. Следующий, пожалуйста. Еще один хаб, который мы выделили – это тематические ресурсы. Они, в принципе, есть практически в каждой тематике. На этих площадках есть очень много людей, большая посещаемость. В автомобильной тематике есть сайты, на которых люди общаются, выбирают автомобили, и посещаемость этих сайтов – это миллионы и десятки миллионов визитов в месяц. Соответственно, там тоже есть какие-то виды поиска, с которыми можно работать. Следующий, пожалуйста. И есть еще ряд хабов, которые мы выделяем – это википедия, страницы в соцсетях, тематические агрегаторы и авторитетные блоги. Практически у всех у них есть внутренний поиск, в котором можно продвигаться, и оттуда можно собирать трафик. Если рассмотреть то, как пользователь ведет себя при покупке, скажем, автомобиля, почему я выбираю здесь автомобиль? Потому что наиболее интересно изучать поведение пользователя, который ищет товары длительного спроса. Если человеку что-то нужно здесь и сейчас, скажем, у него спустило колесо на дороге, ему нужен мобильный шиномонтаж, он не будет долго выбирать. Он зайдет в Яндекс, кликнет на первый результат, закажет себе сервис, потому что ему это нужно здесь и сейчас. В то же время, если говорить о товарах длительного спроса, таких дорогих товаров, как квартиры, машины, бытовая техника, электроника, там пользователи ведут себя нелинейно, нестандартно, очень долго выбирают. Они ходят по большому количеству сайтов. Вот в автотематике вы видите, на какие виды сайтов, сколько процентов пользователей заходят, от тех, которые выбирают автомобили. При этом есть интересное наблюдение. В правой части слайда вы можете увидеть, что сайт дилера, это непосредственно тот слайд, на котором люди покупают автомобили, посещает примерно такой же процент пользователей, как YouTube при покупке автомобиля. То есть первоначальное ощущение, которое складывается, что все сторонние сайты, они такие информационные, трафик там не очень конверсионный, на самом деле оно не всегда правильно. И на сторонние площадки, такие как YouTube или тематические сообщества, часто приходит столько же или даже больше людей за выбором товара, чем на сайт непосредственно той компании, которая этот товар продает. Следующий, пожалуйста. При запуске не будем? Хорошо. Я сейчас хочу немножко подробнее рассказать, как вообще ведет себя пользователь, когда выбирает товар любительного спроса, и на каких этапах с пользователем можно и нужно работать. Здесь данные, опять же, из исследования Нильсон. Они делают очень интересные исследования. Они берут большую выборку пользователей и изучают на протяжении длительного времени, как они ведут себя в интернете, когда выбирают какой-то товар или услугу. И можно получить эти данные, обезвищенные, но тем не менее интересные. И что примечательно, конкретно вот это вот исследование по автомобилям, оно сделано на примере человека, который живет в Казани и выбирает себе машину в Казани. Такое совпадение. Это Василий, условный пользователь, который живет в Казани и хочет купить себе автомобиль. Следующий слайд, пожалуйста. Он начинает свой поиск на первом этапе, просто изучает информацию на тематических ресурсах, читает какие-то статьи, пытается вообще разобраться, какие сейчас есть автомобили, что продается на рынке, что хорошо, что плохо. Первый этап – это просто ознакомление. Ходит по тематическим ресурсам, задает какие-то запросы. Следующий слайд, пожалуйста. Потом, по истечении 40 дней, у него начинается этап сбора информации, и мы уже в этом исследовании видим, что человек вроде как более-менее определится с выбором. Он начинает интересоваться автомобилями марки BMW. Он все равно посещает различные тематические площадки, заходит на YouTube, но он уже целенаправленно собирает информацию о BMW. И, в конце концов, он задает в поисковой системе запрос, вам плохо видно, я прочитаю, официальный дилер BMW Казань, и попадает, видимо, на сайт официального дилера, где он делает заявку на тест-драйв. Я специально погуглил, в Казани, насколько я понял, есть только один официальный дилер BMW, компания Transfer Service, по-моему. Он заказывает нам тест-драйв, и, видимо, ему что-то не понравилось, потому что дальше он ищет информацию про Infiniti и Subaru. Следующий слайд, пожалуйста. Возможно, он сравнивает эти автомобили между собой, и на следующем этапе, когда у него уже есть достаточно большой объем информации, он начинает ее анализировать. Он продолжает, опять же, ходить по этим хабам, которые я ранее называл, YouTube, тематические площадки, агрегаторы. И также он уже начинает интересоваться автомобилями Lexus, Kia, Toyota и Chevrolet. Он задает поисковую систему запроса, связанный с Toyota, связанный с Mitsubishi, заказывает тест-драйв этих автомобилей. И, в конце концов, как мы знаем в исследовании, он приобретает автомобиль Toyota RAV4. Следующий слайд, пожалуйста. И уже на последнем этапе он делится информацией о покупке с пользователями, рассказывает вообще, как ему понравилось, не понравилось. Что примечательно в этом исследовании? Во-первых, мы видим, что пользователь имеет очень сложный нелинейный путь. Он никогда не заходит, не задает в поисковой системе сразу запрос купить BMW, заходит на сайт дилера и там его покупает. Он посещает очень большое количество сайтов и делает это на протяжении длительного времени. Кроме того, следующее, он с большой вероятностью может в процессе этого пути изменить свое решение. Как известно из исследования Нимсон, только 33% покупателей приобрели тот автомобиль, тот бренд, который они искали изначально. То есть в процессе своего выбора, посещая вот эти хабы, пользователи меняют свое мнение. Причем это делает большинство пользователей. Что это значит для бизнеса? Следующий слайд. В первую очередь вы должны понимать, что если ваш бизнес продвигается не только в поиске, не только в Яндексе и Гугле, как мы все привыкли, но он присутствует на всех вот этих точках пути пользователя, то у вас есть гораздо большие шансы того, что пользователь не изменит свое решение и выиграет именно ваш бренд. И второй момент. Если вы представлены на этих хабах хорошо, но при этом там плохо представлены ваши конкуренты, то вы имеете большой шанс отжать какой-то трафик у ваших конкурентов, заставив пользователя изменить решение и все-таки выбрать ваш товарную услугу. Что со всем этим можно делать? Следующий слайд. Мы выработали определенную стратегию себя в компании, которую назвали поисковый маркетинг, которая как раз и заключается в продвижении бренда комплексно, в комплексном подходе, когда мы двигаемся не только в поисковых системах, но мы, в принципе, двигаемся на всех тех точках, на всех тех хабах, где потенциально наш клиент может искать информацию о продукте или услуге, которую мы продаем. Следующий слайд. Сейчас мы немножко разберем, как с каждым из этих хабов можно работать с самыми популярными, потому что каждый из них, в принципе, может быть темой отдельного доклада. Прежде всего, это SEO. Как я уже говорил, в SEO, в автомобильной тематике в частности и в целом во всех коммерческих тематиках, очень много позиций в ТОП-10 занимают агрегаторы. При этом, если отсеять агрегаторы и оставить сайты именно автомобильных дилеров, сейчас здесь ситуация по Москве представлена, которые все-таки имеют хорошую видимость и лидируют за исключением агрегаторов, то там есть три сайта трех автомобильных дилеров. Почему они лидируют? Следующий слайд. Самый хороший способ, как мы поняли, как в такой ситуации, когда в ТОПе находятся агрегаторы, отжать у них трафик, это попытаться самому стать агрегатором. Вот здесь, киншот одного из сайтов, сайт автодилера. Все мы привыкли, что сайт автодилера выглядит как сайт одного бренда, там представлена одна марка автомобиля, есть на ней какая-то информация. Вот здесь ситуация больше похожа как раз на агрегатор. Здесь есть много марок, здесь есть категории, фильтры, сортировки, типа кузова, чем-то напоминает, не знаю, автору. Следующий слайд. И это как раз тот самый способ, который позволяет в определенной степени, насколько это возможно, сайту обычной компании в ситуации, когда в ТОПе находятся агрегаторы, самому стать агрегатором и забрать немножко трафика. То есть нужно агрегировать максимум информации, максимум товаров на одном сайте, собрать под них семантику, сделать структуру, которая будет напоминать агрегатор, сделать хороший каталог с большим количеством сортировок, фильтров, статических страниц, где можно будет пользователем, находить информацию. И, по сути, не микрировать под агрегатор, чтобы поисковая система реально решила, что у нас не просто сайт компании, а агрегатор. Конечно, мы не сможем в таком случае полноценно конкурировать, скажем, с Авито или с Карс Майл.ру, но определенную долю трафика забрать можно будет. Следующий слайд. Следующий крупный хаб, в котором можно собирать трафик, это YouTube. Что нужно для того, если кратко, чтобы из YouTube собирать хороший трафик? Нужен качественный контент, можно ориентироваться на топовых видеоблогеров в вашей тематике, которые уже создали свой канал, собирают много трафика. Обязательно видео в HD-качестве, обязательно качественные миниатюры у видео. Чем лучше миниатюра у видео, тем чаще на нее кликается, чем выше у нее поведенческий фактор, тем лучше она ранжируется. Обязательно ключи в заголовке описания видео, обязательно создание и оптимизация плейлистов, и очень важно после публикации видео производить пассив. Что это значит? Когда вы только разместили видео в YouTube, то на первом этапе у него мало просмотров, а лучше ранжируются те видео, которые много смотрят, активно комментируют. Поэтому на первом этапе, для того, чтобы получить какие-то поведенческие, нужно запустить платную рекламу на видео, возможно разместить его в каких-то тематических сообществах, в соцсетях, разместить на тематических площадках, чтобы люди на него пошли, начали смотреть. Когда уже пойдут просмотры, то дальше оно будет подвигаться естественным образом. Но на первом этапе очень неплохо его так поддержать. Следующий слайд. При этом есть ряд неочевидных хитростей. Прежде всего, в конце видео, если ведущий просит подписаться и поставить лайк, это достаточно простой способ, но он работает, он увеличивает количество подписчиков, количество лайков под видео. Мы не рекомендуем публиковать видео сразу после загрузки на YouTube. С чем это связано? Если вы загружаете видео в HD-качестве, то YouTube требуется определенное время, чтобы его обработать. Если вы его сразу же публикуете, то оно будет опубликовано в среднем качестве. Поэтому лучше подождать. YouTube сообщит, когда оно будет доступно в HD, тогда нужно публиковать. Есть интересный способ для составления сценария для видео. Имеет смысл посмотреть комментарии под похожими видео, которые уже есть в YouTube и имеют большое количество просмотров. В комментариях пользователи, как правило, пишут, чего им не хватило в этом видео, про что им хотелось бы услышать. Исходя из этого, можно доработать свой сценарий так, чтобы видео было максимально релевантно запросам пользователя. И очень важный фактор – это оптимизация видео под запросы, по которым в топ-10 поисковых систем есть YouTube. Что это значит? Вы вбиваете запрос в Яндекс или в Google и смотрите, есть ли там блог с YouTube. Если там есть блог с YouTube, то вы получаете дополнительную возможность выйти в топ-10 именно поисковых систем со своим видео и собрать трафик оттуда. Как можно быстро найти такие запросы? Есть хороший сервис Rush Analytics, который показывает, есть ли колдунчик YouTube в топ-10 в Яндекс или в Google. С помощью сервиса проверяем запросы, подбираем те, где есть видео, и оптимизировавшись под них, можно получить хороший результат. Что я рассчитаю, пожалуйста? Вот здесь пример статистики одного из каналов. Это именно трафик на канал из поисковых систем Яндекса и Google. Здесь не видно, я озвучу, но в пике это порядка 9 тысяч визитов в месяц на канал именно из поиска Яндекса и Google. Как раз за счет того, что канал был оптимизирован, видео были оптимизированы под определенные запросы, где YouTube выводится в топ-10 поисковой выдачи. Чего в целом можно добиться от YouTube? Пример статистики одного из каналов на пике его раскрутки, когда максимум вкладывалось усилие в его продвижение, порядка 100 тысяч просмотров в месяц. Всего за полтора года, с 2015 года, более миллиона просмотров. То есть это как раз автомобильная тематика. Понятно, что там есть определенная доля платного трафика, который использовался для раскрутки видео на первоначальном этапе, но основной трафик там органический, бесплатный, тематический и в принципе с ним можно работать в плане конверсий. Следующий слайд, пожалуйста. Хороший хав – это агрегаторы. Что можно делать с агрегаторами? Делать можно очень много, но если нужен хороший быстрый эффект, то во многих агрегаторах есть простая хитрость. В листингах компании часто ранжируются по оценкам пользователей либо по количеству этих оценок. Как правило, эти оценки можно легко накрутить с помощью биржи каких-то заданий и таким образом вывести ваш сайт в топ-листинге. Что это дает? Ну вот здесь на примере из одного из агрегаторов порядка почти 2000 пользователей в месяц. Это хорошие тематические переходы как раз за счет того, что сайт стоит в топе этого листинга. А таких агрегаторов может быть много. Если вы везде стоите в топе, то оттуда можно получать хороший конверсионный трафик на сайт. Следующий хап – это картографические сервисы. По ряду запросов, особенно с указанием какого-то города, какого-то места, вот здесь пример запроса того хорта в Москве, в топ-10 Яндекс и Гугл есть картографические сервисы. Если в Яндекс он не такой большой этот блок, то в Гугл он идет сразу после контекстной рекламы и занимает чуть ли не половину первого экрана. С этим тоже можно и нужно работать. Дальше, пожалуйста. Что нужно делать? Обязательно регистрируйте свою компанию в Яндекс.Справочнике и Гугл.Майбизнес. Обязательно подробно описывайте свою компанию, добавляйте ключевые слова, добавляйте качественные фото здания с различных сторон, чтобы пользоваться легко, у кого найти. И стимулируйте своих клиентов оставлять отзывы, возможно, с помощью каких-то промо-кодов или дополнительных скидок для тех пользователей, которые оставляют отзывы. Неважно, хорошие или плохие. Чтобы они были хорошие, это вам уже надо стараться в офлайне. Количество отзывов, оно помогает продвигаться в картографических сервисах, в их поисковой выдаче. Что из этого можно получить? Следующее, пожалуйста. Вот здесь пример трафика на один из сайтов из Яндекс.Карт. Плохо видно цифры, я прокомментирую. Сегментировано по неделям. В пике получалось собирать порядка 300 переходов в неделю. Это опять автотематика, то есть трафик людей, которые как раз ищут в Яндекс.Карт какую-то услугу, там сервис, по-моему, который связан с их автомобилем, и приходят на сайт. Причем трафик достаточно хороший, 7% показатель отказов, более 4 минут проводят на сайте, и 4,5 страницы просматривают. То есть это реально хороший тематический конверсионный трафик. Дальше, пожалуйста. В итоге, что мы советуем делать? Если у вас есть сайт, есть компания, которая продает товары или услуги, можно заниматься только SEO и контекстом, как мы все привыкли. И это, безусловно, определенный результат даст. Но в текущих условиях, когда агрегаторы занимают большое количество мест в топе, имеет смысл думать немножко шире. Первое, что приходит на ум, это делать самому свой агрегатор. Это хороший способ, который реально может давать результат, но это достаточно долго и дорого, и, пожалуй, под силу только крупным компаниям. Если же вы не готовы пока делать свой агрегатор по определенным причинам, то стоит посмотреть в сторону тех хабов, которые я перечислил, или, возможно, поискать свои. В каждой тематике могут быть какие-то дополнительные хабы, про которые мы не знаем, и попытаться выжимать трафик оттуда какими-то доступными методами. Дальше, пожалуйста. Что мы рекомендуем делать? На своем сайте создавать максимально полностью структурированный каталог. Смотрите на агрегатор, смотрите, как там представлены товары, постарайтесь максимально под них мимиклировать. Профильный канал на YouTube дает очень много трафика, создавайте его, развивайте, публикуйте контент, оптимизируйте плейлисты, оптимизируйте страницы. Тоже можно собирать трафик. Регистрируйтесь во всех тематических агрегаторах, которые есть в вашей тематике. Даже от того, что вы просто там будете, вы уже будете получать какой-то трафик. Если вы будете с этим работать, трафика может быть еще больше. Также страницы на Яндекс.Картах и Google My Business создаете для своего бизнеса, стимулируйте пользователей оставлять отзывы, получайте оттуда трафик. Сообщество в соцсетях, профильные ветки на специализированных форумах и контент-маркетинг на профильных сайтах, то есть это публикации каких-то экспертных статей на посещаемых сайтах вашей тематики. Позиционируйте себя как эксперта в своей отрасли. На этом все. Спасибо. Спасибо. А еще немножечко плотнее аплодисменты на профильных сайтах. Друзья, прям вот знаете, меня Алексей сейчас врасплох застал. Почему? Потому что я пытаюсь вот все ваше количество сейчас запечатлеть, при вас вот делаю поделиться. А знаете, еще что скажу? Помните, вчера мы с вами, я вам рассказывал о том, что сегодня будет проводиться среди летката, конкурс там 3-й, 5-й, 10-й, кто больше лайков соберет и так далее. Кто-то находился здесь в зале, наверное, помнит, я вот здесь стоял и всех вас фотографировал, просил сказать лайк. Я победил. Я предлагаю сделать следующее. Ну, поскольку я не имею к этому никакого отношения, я предлагаю среди вас все разыграть. Как только мне вручат сертификат или вручат, как уж там правильно, я не знаю, давайте мы придумаем какую-нибудь активность здесь у нас в зале в Digital и разыграем среди вас эту лицензию. Я думаю, что никто из коллег нетката не будет против, но раз уж так получилось, то так и будет. Вопросы к Алексею есть у вас? Есть. Есть. Вопросы к Алексею есть. Алексей, давайте будем готов. Спасибо, очень интересно. Дмитрий Павлицов-Медия. Скажите, пожалуйста, зависит ли... Есть вообще показатель, как старость видео. Скажу реальный кейс, когда он обратился клиент, он запустил рекламный ролик, он появился еще раз на рынке российском и просто хочет, чтобы его видео нашли по брендовым словам. Но за день до того, как он запустил свою рекламу на своем канале, какой-то канал рекламный, который просто вообще любую рекламу размещает, популярный достаточно, разместил. И по всем словам, виден только он. И они спрашивают, что делать. Ну, понятно, что мы пытаемся оптимизировать, но вопрос первый. Что с этим делать? Можно ли как-то правами? Видео, оно защищено авторскими правами? Не знаю, выясняю. Второй вопрос, как избегать такого и быть на официальном канале выше? Здесь ситуация, наверное, похожая, как и в поисковых системах. Это тоже вечная проблема всех сегошников, когда есть сайт, у которого есть определенный контент, но сайт молодой, не такой авторитетный, и какой-то крупный ресурс берет этот контент, публикует его у себя и часто ищется выше в поиске. Ну, на самом деле, так работают поисковые системы. Я думаю, что с этим ничего сделать нельзя. В Яндекс есть, допустим, инструмент подтверждения авторства, в YouTube ничего такого нету, поэтому, мне кажется, если нет авторских прав на видео, то ничего не получится. Поскольку я занимаюсь направлением видеомаркетинга в Сеопульт, я расскажу. На самом деле, есть такое понятие, как контент-найд. Если ролик не был переделан, хоть как-то, то есть, если там не было вставлено, например, ведущие в начале ролика, в середине пару раз, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, то в этом случае можно абсолютно спокойно подать жалобу, и все будет хорошо. В других случаях ничего сделать нельзя будет. Почему? Потому что это будет считаться уникальный контент, несмотря на то, что это происходит. Хотя... Как доказать, что это твой ролик, и ты его снял? YouTube авторс. Просто отдаешь. Я больше скажу, сейчас уже появился YouTube, как же он называется? Hero. YouTube Hero. У YouTube появились свои собственные стукачи. Зарплатить? Нет. Это халявные товарищи. Наверное, кто-то из вас. Это самые товарищи, которые царапают неправильно припакованном. Вот. Вполне возможно. То есть эти товарищи делают следующее. Они получают функционал, там будет у YouTube, в котором они говорят, мне этот ролик не нравится по тем причинам. Скажите мне, пожалуйста, YouTube кто из вас смотрит? Раз у нас это популярная такая тема, кто смотрит YouTube? Бам. Замечательно. А какие каналы вы смотрите? Тематические, нетематические, развлекательные, неразвлекательные? Сколько человек из вас смотрит развлекательный контент? А нравится, когда вам на камеру блюют? Чернуха, да, пошла? На самом деле я вам скажу следующее, что вот подобные видосы набирают максимальное количество просмотров, лайков, дизлайков. Это будет неважно. Это еще одна фишечка, потому что лайки, дизлайки, они как бы считаются одним только параметром. Мотайте на уст. Я вам вот к чему это все говорю. То есть теперь каждый из вас на самом деле может прийти и так вот постукать по головке, сказать заблокирован. И канал, например, там с миллионами подписчиков будут получать страйки, а в итоге будут забанены. Я считаю, что это неправильно, а по-вашему контент-айди вам в помощь. Еще вопросы есть, Залит? Несложно есть. Орел ты с орлов. Сокол ты орлов. На самом деле вопрос был внутренний. Вы директор по маркетингу привезли и тогда вы директор по производству привезли и по маркетингу. Это просто как бы есть лидер от студии или вы этим занимаетесь? Ну мы этим занимаемся, по сути, по истории маркетинга. Нет, я лично не занимаюсь. Занимаются мои подчиненные. Но это было удивительно, что как бы неисходственный вам доклад, вы его как бы рассказываете. Ну я это все кухни очень хорошо извиняюсь. Но главное, как рассказал, друзья. На мой взгляд, самое прекрасное в этом во всем то, что Алексей рассказал действительно интересный доклад. Некоторые, конечно, моменты, те, которые связаны с Ютубом, я отчасти не соглашусь. Но об этом мы поговорим с вами в куларах. Еще раз аплодисменты Алексея. Спасибо за вопрос.